Последнее время мне прилетела куча комментариев от наших дорогих радиослушателей о том, что у меня стоит неправильный грязевик. У меня сделана неправильная система водопоготовки, забора воды, скважины. Я все пропускал это мимо ушей до момента, когда не случилась беда. А беда случилась у меня буквально два дня назад. Я сначала не понял, а потом как понял. Так вот, смотрите, очень многие из вас писали, что вот тема грязевика на входе из скважины в акваробот и в гидроаккумулятор это очень плохая вещь. Два года я слушал об этом и два года я игнорировал сообщение, но пришло время, когда надо уже ответить за все. И самое-то интересное, что у меня произошла проблема. Я сначала не понял, подумал, что правда грязевик. Смотрите, включаю в общем я воду и у меня начинается набор акваробота до 2,7, ну то есть до той атмосферы, где уже надо остановиться, буквально секунд 5. Потом останавливается, спускается давление, опять накачивается, опять спускается и вот такой процесс происходит несколько раз. Это что-то непонятное поначалу, но я подумал, а вдруг грязевик, правда, вдруг его забило и начинается вот такая беда. В данном случае я думаю, что проблема в гидроаккумуляторе, скорее всего порвалась мембрана. Но для того, чтобы вы понимали, что случилось именно, я вам покажу. Сейчас включаю воду холодную, давление падает, все, пошла накачка и смотрите, накачка проходит очень быстро. Вот она сейчас наберет 2,8 и теперь я только включаю воду и она падает, смотрите, как быстро. Так падать не должна, то есть буквально вот и все, и опять начинается набор, который, кстати, набирается буквально секунды. Такого быть не может, видите? То есть по факту, если я сейчас включаю воду даже на мелкую, у меня вот эти наборы сброса, наборы сброса происходят прям с очень регулярностью большой. И я понимаю, что 100% проблемы в гидроаккумуляторе. Но чтобы свои слова еще подтвердить, смотрите, если там сейчас вода, например, да, внутри, то, наверное, открыв мипель, у меня пойдет вода. Давайте-ка попробуем. Мне просто интересно. Ну, опа, а тут вообще нет воздуха. А может быть просто мипель сдулся? Такое может быть? Принес компрессор специально, но отключался на 5 секунд, потому что надо было все проверить. И оказалось, что, когда я начал давать сюда давление, сразу же поднялся напор воды в системе. У меня сработал вот этот сбросник. Безопасность. Мне интересно, почему через мипель вода не идет только. Но я понимаю, что что-то с аккумулятором все-таки не в порядке, потому что, ну, он бы как бы давление-то принял бы. Так что, друзья, все-таки разбираем гидроаккумулятор и понимаем, что внутри происходит. А для этого мне понадобятся мои любимые наборы инструмента, которые вы знаете. Дэко. Живи легко. Ванька, привет. Это он придумал. Чем мне понравился? На колесах, с ручкой. И это конкретно... У меня их очень много. Но эта конкретная моделька у меня будет жить теперь в шкафу под полками. И в ней будет лежать только домашние принадлежности. Я не буду таскать это на улицу и марать и так далее. Чисто для дома. То есть набор отверток, набор плоскогубцев. Поэтому вот такую коробку взял и очень рад. Едем дальше. Моя задача слить с системы воду. Да а ну, рано. Стой. Не надо, не начинай. Блин, как не вовремя, а. Давайте мы просто сейчас ее отключим пока временно. Теперь по системе водоподготовки. Из скважины поднимается грязная вода. Дальше она проходит по патрубку. Одна идет на улицу, вторая идет у меня уже в систему. Проходит косой фильтр. После него попадает в колонну. Там находится ионообменная субстанция. Которая, друзья, для вашей скважины, скорее всего, представляет собой другую какую-то вариацию. Я делал специально баканализ и по нему мне подобрали то, что мне необходимо. Хватит мне ее примерно 10 лет, как мне объяснили продавцы, но это не точно. Проходя через колонну, дальше система выходит, попадает в фильтр тонкой очистки. После чего в ультрафиолетовую лампу. Кстати, к ней у меня было такое предвзятое отношение поначалу. Потому что внутри находится стеклянная колба, в которой, в свою очередь, находится ультрафиолетовая лампа. Вот. А давайте я вам покажу. Вот видите, она там горит 24 на 7. Все время. Вот. И она находится в стеклянной колбе. То есть вся вода проходит через стекляшку и попадает уже в мою систему. Там стоит обратный клапан еще. Вот. Система уже дома. Тут у меня есть одна ошибочка. Кто знает, тот поймет. Короче, когда я включаю холодную воду, через какое-то время начинает литься горячее. Просто потому, что обратный клапан стоит немножко не в том месте. И у меня начинается свистма на забор. С бойлера косвенного нагрева. Ну, когда холодное кончается. Но не суть. Это не важно. Этой штукой я не пользуюсь особо. Так, круги помыть. Так, дальше. Здесь идет обводная система. Это для того, чтобы что-то обслужить. То есть здесь можно перекрыть вот этот кран, открыть этот. И у меня будет все вокруг идти. То есть пойдет грязная вода в дом. Можно так сделать. И для системы слива для регенерации я сварил вот такую вот корявенькую, но удобную штуку, которая ведет в салолифт. Вот. Вообще, на самом деле, здесь предполагалась установка жидкого какого-то шланчика. Но мне показалось это слабенько. Поэтому сделал все грамотно, вот таким подходом. И не жалею. Короче, волнения теперь нет никакого. Потому что точно знаю, что все будет в порядке. Вот так. Все. Поспи. То есть включилась, как всегда, не вовремя система водоочистки. Потому что кончилось у меня лимит на 9 кубов. Ну, прям когда надо это все делается. Так, все, перебираем. Потом будем все уже это запускать. Правильнее всего, как нам отключить все. Вот тут перекрываем. Вот. И теперь стравливаем. Теперь его там не так уж и много. По многочисленным просьбам наших дорогих телезрителей я проверяю грязевик. Друзья, пока видос идет, давайте только честно. Честно. Сейчас поставим на паузу. Я вам объяснил проблемку. Напишите свою идею. Вам даже будет самим интересно понять, профессионал ли вы в этой отрасли. То есть угадали ли вы, в чем на самом деле трабл. Потому что в конце ролика я, конечно же, об этом расскажу. Это же грязевик. Как мне писали, может быть очень-очень грязным. Сейчас посмотрим. Сейчас воду сольем окончательно. Так, мне жена помогает. Это вылите, я вам туда подложу его. То грязи хочу проверить, что в нем за два года накопилось. Ты можешь быть свидетелем. Ой-ой-ой. Там очень даже чисто. Да в нем вообще ничего нет, смотри. Смотри. О, нет, один камешек. Да не камешек, это даже глинка какая-то. Да, земля. Так что, друзья, чистый он. Ну, я не отрицаю. Может быть у кого-то, конечно, совсем другие грунты. И там может быть все, что угодно. Но у меня грязевик чистый. Можно закрывать. Короче, прикинь, сейчас началась прям система промывки. Самый неподходящий момент. Поэтому воды не будет часа три. То есть полтора часа сейчас будет промывка. И еще полтора часа я сейчас позанимаюсь этой штукой. Вообще, на самом деле, все очень просто. Смотрите, если Николай смотрит, Николаю привет. Это товарищ мой с Новосибирска, который помогал со всей этой системой. Так вот, он мне в свое время посоветовал, говорит, Денис, вот здесь поставь американочку, поставь кран. И тебе будет намного значительно проще в дальнейшем. И так действительно про... Блин, этот звук, извиняюсь, конечно. И это действительно так. Потому что я сейчас просто вот эту вот кручу, положу в тазик, сольется половинка. Другой тазик подставлю, еще сольется. И все у нас будет грамотно. И в систему-то лезть не придется совершенно. Но давления-то уже нет. Можно, в принципе, вот это перекрывать, чтобы дальше ничего не текло. Здесь тоже можно перекрывать. Все, откручиваю вот этот болт. Вот так он, друзья, я его руками откручу. У меня все собрано очень грамотно. Видите? Ой, нет, подожди. Подожди, рано, 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 рано. Сейчас. Отставлю. И откручу. Возможно, сейчас будет немножко воды. Опа. Потому что там все-таки 50 литров. Все, сейчас бак этот выдернем отсюда и поработаю с ним немножко. Отсюда тоже можно слить оставшиеся. Я же вам главное не показал. У меня тут Женя уже подходил и говорит, что это такое? Вот. Короче. Так, это лен. Он нам пригодится. А вот на мембрана универсальная. А что это у нас там началось? А что это мы начинаем? Универсальная мембрана. Вот ее сейчас будем ставить. А, да, в магазине сказали, если у тебя хвостика нет какого-то, то вот это можно отрезать. Что-то лить начало. Не лило, а начало. Берем. Так. Встал? Нет, нет. Встал. О, слушай, а там грязь-то есть. Она какая? А, она как хлопья. Слушай, он то ли подтекал внутри, смотри, там какая штука. Да конденсат холодный. А, точно, конденсат, наверное, разрушил. Потому что сейчас болты открутились. Она пыльца просто. Нет, ну это какие-то металлические типа хлопья, но, смотрите, они легко ржа, ржа, короче, просто. Так надо все помыть, смотри. Мы же там два года вообще не прибирали. Я вот этот фильтр менял уже. Вот, тот смотрел грязевичок. Этот грязевик не смотрел, но он и чистый оказался. Кстати, интересно, если он чистый, то как он вот это пропустил? Что, тяжелое еще? Ну да, еще сливаться. Ну-ка, дай-ка я сейчас попробую давление дать, что будет. Мне интересно, что там творится внутри. Она... А, понял, понял, понял. Женя, иди, держи. Денис, ты тазик не бесконечный. Так, сейчас солью. Что, успеешь лить? Ну, давай быстрее. Давай, не, давай сюда. Переставляйся сюда. Зато пошло сразу, видишь, как хорошо. Да, я еще поддам газку. Ну, у нас сиреневый еще есть. Давай заберем. Сиреневый перекидывайся. Ну, вот и все. Сейчас я еще дам давление и посмотрим, что произойдет. Пошло? Да. Это контент. Прости меня. Все, больше не будет пустой. Все, зайка, прости. Ну, смотри. Жень, в конце любого мероприятия должно быть фееричный конец. Вот, все прикипело. Привет, еще камерун снимает. Так, мне нужны головки на 14 или на 13. На 13. Да, на 13, наверное. Ну, а пока я буду заниматься работами, предлагаю вам, братцы, послушать музычку. Так, а воды-то, блин. Внутри-то и нет. Опа. А внутри бака-то, друзья, и не мокро. Не дырявый он, похоже. Ну, тогда почему не было давления? Сейчас будем понимать, что произошло. Да пока я ничего не понимаю. Может, я действительно сглупил? Может, он просто сдулся на компрессии? Кстати, такое тоже может быть. Что представьте, если он просто сдулся, я дал туда давление, но не отключив. Короче, мой вердикт такой. Зря я все это разбирал, видимо, потому что мембрана не дырявая. Внутри бака воды нет. Скорее всего, просто сам мипель сдулся. Когда я начал давать давление компрессорам, в этот момент системе поднялось давление. Из-за этого сработал сбросник. Я напугался, и вот все наши процессы начались. Но я считаю, что это неплохо, потому что, как минимум, сейчас... Ну, поменяю мембрану, буду уверен. А эту на запас положу, если вдруг у меня что-то срочное, я заменюсь. Сейчас накачаю эти две атмосферы сюда в этот бак, и все. Короче, то, что мы сделали, неплохо. Но можно было не делать. Да это правда, в гидроаккумуляторе испортится за два года мембране. Мне кажется, такое себе не должно было это случиться. Ну, зато теперь вы знаете, как это выглядит. Сейчас главное, чтобы у нас заработало. Короче, скорее всего, скорее всего, это не точно. Но мне кажется, что проблемы-то и не было. Нужно было просто подкачать сам резервуар. Отключить полностью его от снабжения водой и накачать в него две атмосферы. А я побоялся чего-то. Вот и моя проблема. Я сейчас либо вам подтверждение дам, либо какая-то проблема, которую я еще не знаю. Ну, кстати, то, что он сдулся, тоже какой-то непонятный момент. Значит, что-то с мипелем по-хорошему. Дедовский способ проверки, да? Все, это не травит. Ставим на место. А, там промыть надо. Сейчас промоем. Как минимум, из полезного. Грязевик посмотрели? Согласны, да? Грязи не было. ТО провели. Посмотрели, что внутри. А внутри вот такая вот штука. Но ржи, конечно, в ней просто неимоверно. И воняет адски. Да, если интересно, мембрана универсальная на него стоит 500 рублей всего. Там 570, что-то такое. По-хорошему, может быть, конечно, надо еще и этот аппарат снять и посмотреть, что в нем творится. Потому что у него там есть отверстие, через которое давление заходит, оно может забиться. Но это мы сейчас будем методом исключения. Если не сработает тема по мембране, то будем уже лезть туда дальше. Но в остальном, внутри находится у меня насос, который подает воду через грязевик. Дальше это все идет в гидроаккумулятор. После него акваробот и стопор. То есть, чтобы закрыть, чтобы систему не трогать. Дальше эта часть у меня идет как грязная вода. Она идет на улицу. На улицу. Вот. А сюда идет чистая вода уже с системой очистки. Есть видос на канале, если кому интересно, по системе очистки. Ну а здесь, друзья, кто понял. Кто понял? Крафт, крафт. Система может быть запущена. Так. И, наверное, можно открывать клапан. А, стоп, 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 стоп. Вот эту закрываем. Я понял, что случилось. Я открыл основную систему водозабора. Но у нас, перед тем, как мы начали эти работы, помните, робот начал промываться. То есть, он открыл клапан. Соответственно, у меня все пошло в салолифт. И я понял проблему. Так. Ну вот сейчас 2,4 накачалась. Теперь надо как-то проверить. А проверить я никак не могу. Давайте, короче, все. Это мы поняли. Уже точно все нормально. Нигде не течет. Уже работает. Короче, я с чистой душой включаю систему регенерации воды. Она сейчас все промоет нам, просолит. И после этого будем уже дальше разбираться. Но я уверен, что все в порядке должно быть. Так. Сейчас прочистится все. И вернемся. Закончил работы. Друзья, проверяю. Единственное, что я добавил. И почему-то 2 года назад я не догадался до этой мелочи. Вот эти резиночки, которые остались от самого внутреннего мешка. Ну, помните, там концевичок был, который надо было отрезать. Я его отрезал, так подложил. И звук вообще от работы насоса пропал. Раньше вибрация была, и немножко это все зудело. Вот. То есть теперь накачивает вообще шикарно. Дело было действительно в простом элементарном моменте. Нужно проверять давление в колесах. Всего-то надо было накачать 2 атмосферы в бак, и проблема ушла. Она осталась тем, что каким-то образом же воздух ушел. Но за 2 года, друзья, это логично. Для примера скажу, когда мне прочищают котел. Ну, раз в год обслуживают. То человек проверяет и здесь, и тут манометром подкачивает необходимое давление. То есть раз в год это делать надо. Ну, я городской житель. Тогда не знал, теперь знаю. Этот видос, наверное, уже логично подходит к своему завершению. Если у вас какие-то вопросы есть по котельной, пишите. Я с удовольствием отвечу. Потому что эту котельную вот этими самыми руками я собрал от начала и до конца. Конечно, скорее всего, ошибки есть. Но меня инспектировали эксперты. Ребята, которые поставляли мне оборудование, конечно же, я с ними советовался. И за весь монтаж вот этой котельной мне поставили твердую четверку с плюсом. Чем, конечно же, я горжусь. Потому что по образованию я простой художник, друзья. У меня нет технического образования. Я строю дом своими руками. И очень часто, когда мне в комментариях пишут, ты здесь не прав, я тут не прав. Я самостройщик, братцы. Я не эксперт, я не профессионал. Но годы, которые я потратил на свое увлечение, конечно же, сделали меня в чем-то профессионалом. Ну, а я с вами сегодня прощаюсь. И, кстати, братцы, я еще раз советовался по поводу грязевика. И опытные люди мне говорили, что он сейчас находится на том самом месте, на котором он находиться и должен был быть. Все. Если все-таки еще считаете, что он не на месте, напишите, почему вы так считаете. Пока. Увидимся с вами через неделю.